Всегда интересно посмотреть, как известный человек меняется с возрастом. И интересно посмотреть, как меняется внешность человека с возрастом, как меняется внешность человека, когда человек становится старше и старше, а потом и стареет. Конечно, портреты далеко не всегда показывают человека таким, каким он был на самом деле, особенно если это парадные портреты. Но всё равно интересно, да? Например, как менялась внешность Екатерины Второй с возрастом? Мы, конечно, видели многочисленные фильмы о Екатерине Второй, но выглядела ли она так, как в этих фильмах? И вот я прошла по залам Русского музея и решила показать вам несколько портретов Екатерины Второй, расположила я их в хронологической последовательности, то есть в порядке от более раннего времени к более позднему, и ещё добавила два портрета из Эрмитажа. Как вы думаете, сколько лет Екатерине на этом портрете? Эта картина написана где-то между 1745 и 1749 годами, то есть Екатерине здесь минимум лет 16-17, а максимум 20. Она станет править Россией ещё не скоро. Екатерина пришла к власти в 1762 году. Здесь мы видим её совсем молодой, можно даже сказать юной. Написал эту картину художник Георг Кристофор Гроот, который приехал в Россию в 1741 году. Он здесь в России был придворным живописцем и хранителем дворцовых картинных галерей. Живописец значит художник, который рисует красками. В Русском музее есть ещё один портрет Екатерины, который написал Гроот в те же годы. Вот этот портрет. А здесь, как вы думаете, сколько лет Екатерине? Давайте считать. Эта картина создана в 1762 году. Помните, когда родилась Екатерина? В 1729 году. То есть здесь, на этой картине ей 33 года. Помните, 1762 год – это год, когда Екатерина пришла к власти. Этот портрет создан перед коронацией императрицы. И, конечно, это парадный портрет. Интересно, что писал его художник не с натуры. То есть императрица ему не позировала. Не с натуры, а по памяти. Художнику нужно было запоминать, как выглядела императрица тогда, когда он её видел. На этой картине Екатерина изображена во весь рост. Во весь рост, то есть мы видим всю её фигуру, а не только часть. Екатерина считала, что на этом портрете она похожа на саму себя. Ей нравился этот портрет. А сколько лет Екатерине на этой картине, как вы думаете? Оригинал этой картины написан в 1762 году. И здесь, на этой картине ей тоже примерно 33 года. Я сказала оригинал картины, потому что это изображение, которое создал сам художник по своему эскизу позднее, в 1779 году. На этой картине Екатерина стоит у зеркала, она отражается в зеркале. И мы видим и её профиль, и её лицо. Мы видим её в профиль и анфас. Конечно, это придворный портрет. Написал его придворный художник Екатерины Второй, Вергилиус Эриксон, датский художник. Наверняка на этом портрете он льстит Екатерине. То есть старается показать её более красивой, чем она есть. Тем более, что этот портрет создан специально коронацией. Это тоже время. То же самое время. А вот ещё один коронационный портрет, который тоже был написан в это же время. В Русском музее висит копия портрета. Оригинальный портрет создал Стефано Торелли, венецианский живописец. Не могу удержаться, чтобы не сказать, что корона, которая была на голове Екатерины во время коронации, весила знаете сколько? Почти два килограмма. А церемония коронации продолжалась несколько часов. Представляете, несколько часов держать на голове такую тяжёлую корону. Почему-то пишут, что этот портрет не очень нравился Екатерине. А вот портрет, который Екатерине очень нравился. Подсчитывать, сколько лет здесь Екатерине, нет смысла. Конечно, в 1778 году Екатерине было 49 лет. Но эта картина посвящена дворцовому перевороту 1762 года. То есть на этой картине Екатерине, опять же, 33 года. Изображена она здесь верхом на коне. А вот эта картина показывает Екатерину в более позднем возрасте. Датируется эта картина 1767 годом. То есть считается, что она написана, создана в 1767 году. И здесь Екатерине около 37, около 37 лет. Называется картина «Портрет Екатерины Второй в меховой шапке». Меховая шапка – это шапка из меха. Считалось, что этот портрет создал русский художник Дмитрий Левицкий. И перескакиваем на 10 лет вперёд. Этот портрет очень интересен. Почему? Потому что именно это тот портрет, который Екатерине не нравился, совсем не нравился. Находится этот портрет в Эрмитаже. Создал его шведский художник Александр Рослин. В 1776-77 годах. Сколько лет здесь Екатерине? Примерно 48-49. Александр Рослин был известен тем, что обычно ничего не приукрашивал. Писал портреты очень реалистичные. Екатерине, как я вам уже сказала, портрет не понравился. Она писала в одном письме. Он изобразил меня шведской кухаркой и сделал на 20 лет старше. Кухарка от слова «кухня». Кухарка трудится, работает на кухне. Самое интересное, знаете, что потом пригласили другого художника, Фёдора Рокотова, и попросили портрет, вот этот портрет перерисовать. Вот это новый вариант. Композиция та же. Рокотов переписал только голову и изменил фигуру и прическу. Екатерина здесь выглядит более стройной. Правда, второй подбородок есть и здесь. Рокотов – один из самых известных художников-портретистов того времени. Вот, например, еще один портрет Екатерины кисти Рокотова из коллекции Русского музея. Портрет кисти художника – значит портрет, который нарисовал этот художник. Это 1779 год. А еще через три года Дмитрий Левицкий, тоже один из известнейших русских художников 18 века, написал вот такой парадный портрет. А еще через год он написал вот такой портрет. Екатерине здесь должно быть за 50. Ну, сколько лет ей на этом портрете – абсолютно непонятно. Прыгаем еще на четыре года вперед. И вот это миниатюра 1787 года. Екатерине должно быть около 59. Это портрет кисти художника Михаила Шибанова. Екатерина здесь в дорожном костюме. И несмотря на то, что на этой картине она не молода и выглядит уставшей, портрет Екатерине, наверное, нравился. Мы знаем, что она несколько раз заказывала копии с него, с этого портрета. Не могу не показать вам еще один портрет. Он написан в начале 90-х годов 18 века. Этот поясной портрет находится в Русском музее, а портрет в полный рост – в Эрмитаже. Этот парадный портрет Екатерины II написал австрийский художник Иоганн Баптист Лампе-старший. Лампе приехал в Россию в 1792 году. Портрет этот он создал в 1793 году. И некоторые пишут, что рисовал он с натуры. Интересно, что этот портрет был на 100-рублевой банкноте конца 19-го – начала 20-го века. Вот на такой, видите? Вам, наверное, будет интересно, какой же портрет особенно нравился самой Екатерине, да? Вот этот. Этот портрет находится, правда, не в Петербурге, а в Москве, в Третьяковской галерее. Это коронационный портрет Екатерины II Федора Рокотова. Продолжение следует...